привет друзья ну что вы думаете сегодня мы с боренькой будем вам готовить догадайтесь ну да это будут сочные вкусные котлетки но опять же с грузинским акцентом каждая хозяйка все готовит по своему попробуйте и мой рецепт тут ничего необычного обычно смешанный фарш несколько самоченного хлеба я обычно молоки мочу но сегодня молока не обнаружила в холодильнике а выйти не могу потому что на улице коронавирус вот лучок этого вида я нашла на то что под руку попалась можно белый можно такой ходить я обычно еще больше лука кладу на сегодня обойдусь двумя там несколько зубчиков чеснока кинзы и как обычно приправы это будет уцхо кинза и красный перец в первую очередь я нажму хлеб килограмм у меня фарша пять кусочков хлеба вот лук и все это я мелко нарезаем сейчас покажу как вот и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда же обязательно положу молотый перец черный... И обязательно положу соли... Где-то вот так, чайную ложку наверх... Хорошенько все перемешиваю... Мой фарш... В моем фарше есть все, что мне нужно... Ну и соль, и перцев всего достаточно... Теперь я ее немножко отобью еще... Вот таким образом... Пока он не станет пышным... Ну раз, наверное, 15... Вот так мне придется с ним... Повоевать... Ну вот... Фарш у меня достаточно пышный... И хочу одно сказать... Я никогда котлеты не жарю... В панировочных сухарях... Я их жарю просто прям... Не знаю... Я не люблю и мои дети не любят... Мы... Любим... Как бы без всего... Просто... Котлетку... Без сухарей... Вот то, что я и буду сейчас делать... Ну что ж... Переходим на жарку... На горячую сковородку... Наливаю масло... Намочу обязательно... И начинаю лепить котлетки... Как и раньше обещала... Без панировки... Прямо выкративаю на сковородку... Так... Способ... Как я жарю котлетки... Я... С одной стороны... Вот сейчас... Ее буду на высоком огне... Быстро обжаривать... Как только... Одна сторона... Хорошо обжарится... Переворачиваю... Переворачиваю... Котлетки... Делаю газ... Маленьким... И накрываю крышкой... Котлетки... У меня получается... Пышные... И очень... Очень... Вкусные... Прожаренные... И все с ними хорошо... Не развалятся... Не рассыпятся... Ничего с ними не станет... И я сюда... Ни яйцо... Ничего... Не добавляют... У меня только хлебушек... И приправы... И фарш... И все... В общем... Вот такие вот дела... Так... Что хочу еще... Для молодых кулинаров... Кто еще не знает... Как... Правильно... Лучше... Если фарша у вас много... И получилось много... Приготовленного... И вам столько сегодня не надо... Лучше ее... Все равно пожарить... А потом... Котлетки уже потом подогреть... Потому что... Сохраняясь такой фарш... Он будет на следующей выпечке... У вас потечет... В общем... Вы ее будете по сковородке собирать... Да я по своему опыту говорю... Может кто-то... Не знаю... По другому делает... Вот... Я несколько раз погорела на этом... И поэтому... Мне всегда все допечь... А потом подогреть... Если что... Переворячивать котлетки... И они уже с той стороны обжарили... Вот так вот... Делаю минимум огня... И накрываю крышечкой... Все... На другой стороне... Они именно вот так будут жариться... Вот смотрите пожалуйста... Какие у меня котлетки пышные получились... Они прямо на глазах поднялись... Смотрите... Снизу они уже готовы... Я их еще раз переверну... Еще некоторое время подержу... На плите... И все... Снимаю... Смотрите какие они у меня пышненькие... Пышные... Пышные... Тоже... Одна партия котлеток... У меня готова... Они такие пышные... Хорошо обжарились... Получилось их 6 штук... Тута по первой... Смотрите какие они красавцы... Убрала со сковородки... Все что было лишним... И... Леплю остальные котлетки... Наверное... Еще 6 штук... Получится... Меня как-то... В молодости... Одна русская женщина... Научила... Что... Чем больше лука в котлетах... Тем... Они сочнее получаются... И... Мне этот совет пригодился... Вообще... Кстати говоря... Нынешняя молодежь... Счастливее намного... Потому что... Я замужем ходила очень рано... И практически ничего не умела делать... И мне не у кого было... Подсмотреть... Потому что мы с мужем жили отдельно... Приходилось все самой учить... Все самой готовить... Вот так возьмет... Приведет 10 человек домой в гости... Скажет... Жан... Давай что-нибудь быстренько сваргай... А как? Когда не умеешь... Это очень сложно... Но... Я приспособилась... Я сама уже... Подойдя к холодильнику... Думала... Что с чем можно скомбинировать... Что как... Что с чем пожать... Куда что положить... И так вот понемножку... Начало вкусно готовить... Но... Самое главное... Что у меня всегда вкусно получалось... Умела что с чем... Умела определять... Сколько приправ нужно... Но у меня... Видимо... У самой... Вкусовые... Хорошие... Развитые... Качества... Поэтому... Всегда получалось все вкусно... Ну все... Вот еще... Шесть котлеток... Или нет... Пять... Нет шесть... Она маленькая... Но ничего... Сейчас мы быстренько... На высоком огне... С одной стороны... Переворачиваем... Накрываем... На медленном огне... И с другой стороны... Все... Какие получились... Я их подам... Вот в таком виде... Сейчас расскажу... Что есть... Что... Тут у нас... Капуста по-корейски... Я ее нарезала мелко... Тут у нас... Острый перчик... С зеленью... Помидорчики... Греча... Сегодня... Можно любой... Рис... Макароны... Вот это у меня... Эмали... Тоже я их... Не полила... Потому что... Кто-то любит... Кто-то нет... По желанию... И... Мои... Пышненькие... Очень красивые... Котлетки... Сейчас я буду пробовать... И... Если смогу... Передам вам... Свои ощущения... Ну что ж... Я начинаю... Хочу вам показать... Разберите... Мои... Смотрите... Какие они... Полны приправ... Очень сочные... Хорошо прожаренные... Я их люблю... Вот так... Это правда... Очень вкусно... Смотрите... Ну... Пробуйте сами... Потому что... У вас может другой вкус... У меня вот это вот... Идеальный вкус... Ммм... Это правда... В общем... Не даже... Расговаривать с меня... Пока... Ха-ха-ха... 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 Смотрите... Такие они... Сочненькие... Я этот рецепт... Который... Очень люблю... И мои дети любят... Поэтому... Советую... Попробовать... Ну... Все... Мы... Приятного аппетита... Оставайтесь с нами... Пишите нам... Будьте на связи... Всегда ваши шансы... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok...